И снова здравствуйте, всем привет! В который раз посмотрел еще мультфильм Амелио и вот решил все-таки сделать этих персов и попробовать для них сделать риф и потом анимацию. Давайте сейчас вот это все дело склеим, сделаем развертку и закинем потом в блендер и добавим этому персонажу и второму персонажу кости. Так, погнали! Выбираем первый, значит, сапту и делаем мерз, объединяем все это дело, автоматически все это дело, оп, объединили. Глаза я добавлю уже, значит, в этом, в блендер. Теперь все это нужно склеить. Склеиваем дайномэш, Ctrl, левая кнопка мыши при включенном дайномэше, значит, это все дело протягиваем, все должно склеиться. Так, смотрим, вот такой персонаж с плотной сеткой 2 миллиона 505 тысяч. Все, вот Ctrl, Shift, левая кнопка мыши, одна полигруппа. Делаем теперь этому делу дубликат. Да, многовато, конечно, полигонов. Миллион с лишним хватит, миллион двести, полтора ляма, самое то. Так, теперь симметрия X, значит, Ч русская, включены. Геометрия делаем ZRMesh всему этому делу. Legation 2018 и уменьшаем полигонаж, прям, чтобы поменьше был. Ждем. Кстати, напишите, как обстоят дела со звуком у вас. Вроде бы я звук уже подшаманил, все тут сделан. Должен быть получше, чем в прошлых роликах. Почищик по разговору и по шумам. Так, все это дело сделалось. 5000 с лишним, это нормально. Теперь смотрим, что у нас в ДК. Прикольный перс. Делаем CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Давайте еще CTRL-D, лям с лишним. Нормально, хотя тут текстурки простые, можно, значит, делать 300, самое то и хватит. Так, значит, теперь делаем Project, Projectile. Сейчас все это дело дождемся, пока крестик исчезнет. Бонус, напряг. Ну, пока ноутбук не горит. Так, вот симметрия. Видите, какая кака получилась. Почему? Потому что персонаж у нас симметричен, а вот эта вот нижняя часть так и нет. Значит, что? CTRL-Z. Единица нам... Пардон, тебя все с блендером путаю. Попробуем без симметрии. Их, ну, сетка будет, думаю, не ахти. Ладно, пробуем на тех же настройках. ZRMS. Так, пробуем теперь, значит, CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. И добавить опять же Project. Вот опять получилась такая штука. Почему? Смотрим, давайте сетку. Отключим нижний Subtool. Так, вот сетка у нас построена. В принципе, черный. Нормальненько тогда. Так, тут выемка появилась. Печальная история. Удаляем верхний, значит, Mesh. Delete, OK. Делаем нижнему опять дубликат. И теперь, значит, на верхний переключаемся и делаем без симметрии. Legation ZRMS. О, пардон, если вы нажали и что-то не так, SK нажимаете. И я не уменьшил полигонаж. Вот. Опять она тут зеркалит почему-то. Не есть good, не есть хорошо, да? Ну, посмотрим. Делаем CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. И делаем projectile. Опять будет зеркалить, да? Почему она делает симметрично, не пойму. Наверное, с нижним. Так, нижний ни при чем. Наверхний тоже вроде бы не должна такая штука зеркалиться. Так, не пойму я, что происходит. Сейчас мы это дело узнаем. Так, нижний нет. X, Y, Z. Так. Не очень хорошо. Почему так происходит? Такого происходить не должно, потому что у меня зеркалка не стоит. Симметрию... Ну, давайте, значит, все это дело обманем, да? Ладно, потом буду разбираться. Никогда такого не было. Если не симметрично, то не симметрично. Так, ну, на будущее, чтобы вы знали, что происходит такая штука. Так, теперь, значит, что? Мы вот эту штучку, вот эту, опустим до самого низа. Это у нас руки. Так. Это голова. Делаем мерч. Все объединяем, кроме вот этой нижней части. Так, теперь нужно докрасить, потому что я красил все в сборе, и вот здесь чуть-чуть у нас не докрашено. Так, теперь делаем всему этому предприятию модифитополуду мира НТВЛ. Все, он зеркальный. Делаем ему дайномес, склеиваем его все саптулы, выглаживаем зоны стыка. Так. Все по симметрии. Все. Вот это выглаживаем. Выглаживаем стык головы, и чтобы потом у нас сетка не барахлила, значит, в блендер при привязке костей. Почему? Потому что вот когда здесь стыки не заглажены, тут получается накладка, значит, вот этих всех полигонов. И потом получается как-то. Потом кости не хотят все это дело принимать. Так, ну пускай будет такой, значит, гражданин. Вот как сядешь, что-нибудь писать, как звонить, кто-то начинает. А вот так камеры стоят. Так, вопрос я это дело порешал со звонком. Теперь что делаем? Делаем всему этому делу дубликат. Так, смотрим, что чего тут у него. Переключаемся на дубликат. Делаем, значит, по симметрии. Так, по симметрии у него будет ZRMS. Уменьшаем полигонаж. Так, делаем Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Теперь заходим, делаем Projectal. Не хотелось бы, конечно, разделять, что это делаем, но это интересный вопрос. Наверное, потому что на нижней части этой стоит у нас что? А ну-ка. Таксиметрия на ней не стоит. Так, отключаем верхние софтулы. Переключаемся на нижний. Так, включаем этот, отключаем и давайте чуть докрасим. Покрасил я по примитиву, просто цветами. Можно, конечно, тут текстурку, значит, этих коры наложить, там еще чего-нибудь. Но если вы захотите, персы вам понравятся, то здесь уже можно, значит, все это дело перекрасить, переделать в Substance Paint, там еще где-нибудь в каких-нибудь прогах, наложить более качественные текстурки. Ну, в принципе, пойдет. Делаем теперь дубликат и делаем все эти штуки, что у нас опять же ZRMesh. Делаем Ctrl-D, 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 добавляем дивайдов, полигонаж добавляем и, значит, все это опять же прожектал. Да, все это дело проецируем с цветом и со всей штукенцией. Так, теперь, что у нас получается? Нижний отключаем, делаем первому персонажу вот этому разверточку, значит, добавляем, делаем UV Master, в прошлых роликах все это показывал, Workton Clone, On Wrap, все это дело прогоняется, 4000 полигонов это вообще мало, копии, нажимаем накрашенного нашего персонажа и присоединяем, привязываем паст. Дальше вниз уходим текстуры Map, Крит, Трит Фоли Пейнт, Клон, заходим в текстурку, переворачиваем Flip V для Блендер, так, следом экспорт в папку, копируем файлом PNG, чтобы меньше весили текстуры, нажимаем там, ну, голова, пусть как и остается, голова. Следом, что, если у нас какие-то там шиздец, какие детали, опускаем на первый, значит, сабдив, заходим Normal Map, находим Крит Normal Map, опять же, делаем клон ММЭ, здесь уже переворачивать ничего не надо, экспорт, опять же, формат PNG, голова 2, сохраняем Normal, смотрим, полигоны, сколько нам нужно вот этого персонажа полигоны, в принципе, что, можно добавить, будет 16, в принципе, и так пойдет, там сгладится все нормально, Delhidden, удаляем полигонаж, и теперь экспортируем нашего персонажа в общую, значит, папку, так, Ctrl Z вернул все назад, это будет файл, потом вы его можете уже с разверткой, значит, брать, скачивать, если вдруг какой-то косяк у вас пойдет, так, теперь через Alt нажимаем на эту стукенцию, и делаем ей тоже, так, вот здесь вот можно выгладить середину, заходим, нажимаем UV Map, он в Rep, заходим Copy, копируем цвет, нажимаем Path, привязываем, все это делая текстурой Map Content и вы видите, что у нас вот такая хрен на тень получается, да, не есть Good, что нужно сделать, что-то с подставкой не того, значит, да, значит, мы эту верхнюю Delete, окей, нижней, еще разочек геометрии сделаем Dynamesh, поменьше полигонаж и сделаем Benz, полигонаж поменьше, делаем дубликат и переделываем, потому что текстура получилась гуанно, так, теперь Zermesh без симметрии, Legation этот, Legation и здесь поменьше можно Zermesh, все, погнали, так, делаем Ctrl-D, 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 еще раз, Ctrl-D, нормальненько так, и делаем опять же Projectal, ну что, смотрим теперь, как она спроецируется WorkOnClone, Unwrap, делалось, теперь CopyPast, и смотрим текстуры Map, SpringPolyPaint, все нормальненько, вот теперь нормальным, CloneTNT, так, теперь здесь тоже можно текстуры FlipV, Export в общую папку, PNG, это будет у нас уже цилиндр, потому что он был с цилиндра, ну и опять же сделаем NormalMap, хотя здесь никаких таких толком деталей нет, здесь все по примитиву сделано, вроде бы как ветки, но здесь можно добавить кору, добавить какие-то переплеты еще других деревьев, добавить листочки, внизу можно доделать значит эти корни, ну это если вы захотите заморочиться, вот вам вариант значит попробовать это дело, так, NormalMap, опять же тэн-дэн-дэн, Clone, Export, PNG и так далее, так, все с этим делом нормально, теперь что, сохраняем персонажа Dell Hidden Export, это нижняя часть, пусть так цилиндром и называется, делаем Ctrl-Z, Ctrl-Z, для того, чтобы вы потом могли все это дело опять же повторюсь скачать, переделать что-то и так далее, так, теперь еще одного персонажа смотрим, из-за которого весь будет там смысл, да, Open, а, сейчас погодите, отмена, это сохраняем файл, включу все сабтулы, выровню вам его вот так, файл, Save As, это значит развертка, сохраняем, так, теперь, так, файл, Open, да, нет, находим пацан, пацана, вот такой пацан, с ним будет прикольно, потом ему должны бошку смять там, но это уже можно сделать в блендер будет, или здесь уже обрезать, чуть переделать его, третий вариант сделать персонажа, так, для этого тоже давайте попробуем все объединить, я хочу его сделать цельным, почему вот это не зеркалится, не могу понять, сейчас все это дело поймем, делаем Merge, Merge Down, все это дело объединяем, делаем геометрии, делаем всему этому DynamoMesh, теперь делаем то, выглаживаем вот эти все пики наших вот, где руки, вот эти вот, все это дело надо выгладить, потому что это все останется на нормальной мапе, что тут у нас, так, у него вообще-то еще что, ну это я сейчас на ZRMesh попробую сделать, у него худые руки, вот в вопрос, надо делать дубликат, сделать значит ему опять же без симметрии X отключаем делаем ZRMesh делаем Legation NTT и все по прошлому в разу значит так делаем CTRL-D 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 делаем Projectal да а этим с предыдущим персонажем я потом разберусь с подставой видите здесь нету такого почему там такая фишка стала проявляться не пойму может лишнего ничего не включено делаем заплатили work to clone inwrap заплатили делаем копии заплатили past текстура map присоединяем clone экспорт PNG голова 1.1 так теперь геометри на низший уровень 4000 мне этот пацан не подходит я его сделаю побольше чтобы он более такой был качественный потом если что полигонаж я могу понизить уже значит в блендер дел ау да дел хидн пойдет не буду нормал мап делать в принципе тут деталей таких нету ни кожи ничего так сохраняем ctrl z ctrl z все я вам теперь этого персонажа тоже добавлю в группу для скачивания потом еще там добавлю файл с бендера с костями и можно уже будет экспериментировать так теперь это пацан два пойдет сохраняем буду делать в 2.93 почему потому что если я сейчас буду делать в 3.6 кто-то работает на более ранних версиях и модель не пойдет просто с ригом после 3.6 так что чтобы она везде подходила на 2.8 на 2.93 на 2.91 и так далее я буду делать это дело тут так файл импорт что я перескакиваю файл импорт опс значит десктоп у меня и перс мулька так теперь импорт опс так это болванка головы не то так файл импорт опс теперь еще один персонаж так вот это у нас персонаж цельный мы его уберем значит к верху а этого поднимем до низу вот так ну погнали делаем сглаживание шейдер смут правая кнопка мыши шейдер смут теперь можно отключить эту штуку значит персонажа можно аж английская скрыть м панель так открываем скрин каскей включаем ну и погнали так шифт а добавляем арматуру ставим ей прозрачность in front viaport дисплей заходим теперь в edit мод так здесь у нас что стройка на нам падение g сделаем root кость я никогда не делала сейчас что-то ну пусть будет так теперь ей вытягиваем косточку alt p clear parent делаем sg подставляем вытягиваем так и погнали делать тело так ген и е даже пусть будет ровно делаться так g хребет нам в принципе не надо обходить выводим на голову выводим чуть-чуть шею и уходим на голову так чуть-чуть g косточки чуть-чуть подкорректируем выведем на ключицу единица нам падение выберем значит какую-нибудь кость e alt p clear parent соединяем g ставим это будет у нас ключица ключицу можно g побольше подтянуть сюда чтобы она с головой потом веса нормально настроили семерка на нам паде значит теперь е е е е е нам падить g и самое повторю что что я очень не люблю делать это что это значит кисти рук это значит е до каждого пальца я добавляю всегда по косточке для чего это делается для того чтобы более была мягкой если одну кость сделать вы многие пальцы не сможете подвести каким-то деталям мы погнали значит е выставляем палец смотрим опять же под разными ракурсами g выравниваем смотрим чтобы он не опустился и подразделяем его на три косточки вот эту косточку g чуть-чуть можно подтянуть на ноготь а вот эту поделить мы опять же делаем форму пальца потому что палец немножко изогнутый и желательно чтобы кости повторяли форму пальца или форму тела g подгоняем на самый кончик ногтя вот видите уходит назад сабдевайдем опускаем значит больше к ногтю и подразделяем еще одну косточку и опять же ее опускаем смотрим сбоку и видим что все у нас тут немножко перекрутилось нужно это все дел r g и подтянуть нормально в палец так теперь опять же ем повторяем всю вот эту комбинацию так джин палец ушел сразу r g возвращаем его на место крутить так control z крутить две косточки конечно хуже чем одну люблю показывать вот эти все весь процесс не то что как все отрепетируют допустим а потом говорит вот так вот так вот так а здесь вот так а вот там не получается такая штука вы когда начнете что-то делать с одним персонажем главное все ладушки выходит а с другими персонажами вроде бы тоже все самое но косяк и казус замечал это неоднократно почему все его знает те же руки те же сетки те же все все тоже а день не тот так погнали опять же сабдивайдем джинь и сабдивайдем и вниз джинь смотрим чтобы ничего не сдвинулось вот косточка уже повелась будет крутиться неадекватно так что все выравниваем все нормально так ладно с этим делом разобрались еще вот большой палец главное не забыть так е е смотрим он всегда смотрит вниз когда под такими углами вытягиваете здесь он смотрит значит опять не туда все это дело джинь обдивайдем даем форму пальца в принципе нормально будет крутиться в единицу на паде добавляем е костью про бляску alt пи клея подсоединяем и вяжем вот эту косточку перешив к этой ctrl пик и по ключицу вяжем к позвоночнику ctrl пик и пустот так здесь нам понадобится добавить косточки формы alt пи для того чтобы у нас при сгибании вот эта часть не втягивалась вниз то бишь вовнутрь ctrl пи и пол сет так эту косточку вяжем значит крут кости ctrl пик и пол сет ну и все теперь у нас самая такая задача если мы будем делать под анимацию конечно надо добавить для мимики косточки alt p clear parent g так тройка на нам паде выставляем нижнюю челюсть в D делаем нижнюю челюсть S уменьшаем R перекручиваем подставляем на верхнюю губу вот так и все это делаем вяжем значит в голове ctrl пи и пол сет глаза можно ошибки ими сделать не хочу вставлять сюда кости все это сделать ошибки ими так ну и в принципе все что тут ничего такого так выбираем все что находится с одной стороны и такая информация значит арматура как это все значит CFD или не CFD делать а ну-ка отзеркалим симметризация не работает ctrl z CFD щелчок и значит симметризация не работает почему потому что название не совпадает ну как тут 1 2 3 первая кость нужно переименовывать чтобы вот это все дело сработало names автонейм лет рих а ну-ка давайте посмотрим вот он их переименовал теперь значит симметризация вот теперь все это дело работает но видите тут написано бон 0 вот не по числам по цифрам лучше ориентироваться нежели значит ориентировка по надписям допустим там рука левая кость правая там еще так далее на английском тем более это жесть так теперь заходим в object mode выбираем нашего персонажа выбираем нашу ступу эту control значит кости control p у этого смотри выйдет все вы видите что ничего не мотикается выбираем нашего персонажа заходим в post mode выбираем косточку управлястку shift левая кнопка мышц на предплечье control shift c inverse kinematic заходим назначаем на две кости влияние и тут то же самое повторяем control shift inverse kinematic на две кости так теперь предплечье выбираем и плечо control shift назначаем copy location так здесь выбираем управлястку и inverse kinematic и control shift так это трансформация copy transformation опа и у нас получается два рига это же шизец почему такая стука потому что переименовала зеркалил да ну-ка вот это нам тоже неинтересно да смотрим наименование что тут подписано тут удалим вот этим мы удаляем как тут что у нас получается так это делить больно вот вот так обзеркалила и руку теперь настроить на copy location перевязываем все это делая ctrl p white automatic widget name отключаем заходим выбираем кости заходим осмотр и смотрим что у нас тут вот у нас еще тут присутствует и а ну-ка давай-ка он продолжит он продолжит вот зеркало нормально нет надо было теперь вот это так зайдем теперь в пол смотр выберем вот эти кости alt g alt r alt s все нормально так теперь вот эту костючку настраиваем руку тоже ctrl 6 c copy location эту выбираем настраиваем ctrl 6 c copy transformation так смотрим ну чуть-чуть значит уменьшим все это дело на copy transformation ну-ка g ну-ка как у нас действует смотрим чтобы она не сужалась о все нормальненько ctrl z ctrl z так единица нормальна так тэн тэн не понял почему у нас косточка карту не привязалась да смотрим заходим в логик мод плюс мод alt g alt r alt s и прописка так g alt r alt s лог рот прописываем теперь куда мы идем object мод выбираем персонажа ctrl p light automatic выжить что у нас не дает значит персонажу закрыть рот ну вот так персонаж рот работает все закрывается все нормально ну вот вот такой риф теперь давайте настроим внешний вид костей так это рик tool это будет у нас финджеры назначаем группу бонгрупп пусть будет желтая так теперь вот эти у нас косточки это можно скрыть сферами пойдет не работает как у меня вот здесь глюк какой-то вот эта версия поймала я ее переустановил переустановил драйвер и значит она настраивает но не изменяет размер размер можно поменять где она тут ротация на кинематик вот здесь это у нас получается сферы крит видите не работает вот это окошко не знаю почему она заблокировалась что случилось глюк поймала и все теперь только настройка получается 3.6 так и вот развести я это делаю могу сделать одну а вот уже разводить не получится могу скрыть вот тут кустом shapes настройка этих костей ну ладно в 3.6 тогда придется настраивать потому что с глюком я когда разберусь вам потом покажу что да что да как так а ну а что у нас какие-то интересные персонажи что у вас все 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 не ладится так ну вот такой персонаж и то же самое будет по пацану не буду так вам показывать затягивать время уже выложу тогда готовых персонажей для скачивания ну а потом попробуем значит сделать с ними анимацию посмотрим как на них значит влиять будет свет так это что у нас тут так это у нас многовато значит point вот чтобы в комнате они были именно вот так подсвечены тогда будет прикольно о ну пока такая информация сохраню и всем пока до свидания следующий ролик попробуем сделать им анимации